На прошлом занятии мы с вами разобрались в порождении спайка и в некоторых законах распространение спайка по мембране нейроны. Давайте подумаем, если в этом месте находится отросток нейроны, вот в этой точке возник спайк. Что произойдет? Понятно, что спайк пройдет до конца отростка. Хорошо. А теперь вот какой, чуть более хитрый вопрос. В этой точке первоначально возник спайк. Ясно, что зона распространения будет выглядеть вот так. Согласны? В этот момент пойдет еще вот так. Отлично. Допустим, у нас с вами в настоящий момент открылись натриевые каналы вот на этой линии. То есть в настоящий момент спайк как раз вот здесь. Так ясно, что дальше он запустит вот эту линию. Вопрос, а почему он не запускает вот эту? Почему волна в одну сторону идет, а не возвращается обратно? А что после спайка? Вот это, что за период такой? Востормализация. Период полного торможения мембраны. В это время можно в ней ввязать ее место токи или не ввязать? Нет, в ней просто закрыт канал. В результате, вот на этом кольце спайк уже прошел? Да. Значит, в это время, вот пока здесь спайк, здесь период полного торможения и репротерности. Поэтому вот сюда может пройти сигнал? Да. Повернуться? Нет. Нет. Точно так же. Сигнал, который ушел по отростку. Дальше по отростку может двигаться? Да. Да, а вернуться? Нет. Нет. Значит, в рамках одного нейрона сигнал идет всегда в одну сторону. Потому что за ним зона электроотерности, зона полного торможения. Хорошо. Значит, разобрались с порождением и распространением сигнала. Ну а теперь самое хитрое, изюмное. Благодаря которой нервные системы вообще могут обрабатывать информацию. На самом деле, самое главное событие происходит в синапсе, в точке контакта между нейрами. Поэтому давайте изобразим синапс, как он выглядит под электронным микроскопом на максимальном увеличении. А выглядит он вот-вот как. Ну давайте сначала, чтобы была у вас привязочная, кадр максимального увеличения светового микроскопа. Он дает не настолько сильное разрешение, так что вы увидите. Вот конец аксона. Конец аксона поделился на веточке. На какие-то, да? Вот так вот. Вот эти ветки там куда-то идут. Про эти ветки нам неинтересно. А вот эта ветка прикоснулась к дендриту следующего нейрона. Вот следующий нейрон вот здесь, да? Вот его дендрит. Вот здесь, в этой точке, как раз и есть зона синтеза. Вот она, синенький макрил. Точка контакта двух разных нервных клеток. Смотрим. В рубиле полное увеличение. Так что детали стали видны. Значит, и давайте детали вот этого нейрончика, ну вот, который вообще не зашел, я буду рисовать розовую. Вот эта розовая система будет. А детали вот этого нейрона, да, который должен принять сигнал, буду рисовать синей. Это будет синяя система. Значит, и что оказывается? Акциональное ответвление, подходящее к синусу, расширяется. Вот так. То есть, на самом деле, здесь вот такое расширение. Называться будет синаптическая бляшка. Синаптическая бляшка. Расширение на самом конце отростка. Отлично. А вот он, дендрит. Совершенно верно, да? Но обратите внимание, как будет построена ситуация. Вот дендрит. Посмотрите, мембраны акционы и дендрита. Хоть в одной точке соприкасаются или нет? Нет. Между ними щель, зазор. Синаптическая щель. Вот она. Синаптическая щель. А теперь, все дела по поводу спайка в нейроне. Пока еще помните? Роль натриевых, галиевых каналов, патокалиевых. Да, да, да. Отлично. Итак, у нас, допустим, вон оттуда, от тела розового нейрона, идет эвгульс. Идет он от тела, допустим, спайка сейчас в этой точке. Вот этот участок он уже прошел. Здесь будут открываться натриевые каналы? Нет. Здесь уже пройдут? Нет. А вот здесь? Нет. А здесь откроются. Спайка перескочила на следующую часть. Теперь, здесь будут открываться каналы? Нет. Нет. Они уже отработали. А на каком участке будут открываться каналы? На следующем. На следующем. Вот так спайк катился по аксуну, докатился до синаптической бляшки. А здесь огонь. В чем дело? А нет мембральной синаптической бляшки натриевых каналов. Просто нет. Зато здесь есть совсем другие каналы. Каналы для ионных кальций в одну из. Итак, синаптическая мембраня канала для ионных кальций. В остальных местах их нет. И здесь же, в синаптической мембране стоят белки насоса, похожие на калий натриеватые паши. Они тоже тратят энергию, только заняты они другой работой. В нормальном состоянии, в покое, эти белки выкачивают кальций и склей. То есть, на самом деле, сколько кальция вот здесь, внутри синаптической бляшки? Меньше, чем снаружи. Да, его все время выкачивают. Здесь кальция совсем чуть-чуть. А зато здесь кальция много. А теперь, в электронном микроскопе видно, что внутри синаптической бляшки висят какие-то малюсенькие мембранные пузырьки. Вот так вот они висят. Причем, исследование показывает, что висят эти мембранные пузырьки не сами по себе, а каждый из этих пузырьков через киназоподобный гелочек пришит микротрубочки цитоскелета. Вы разбирались, что такое цитоскелет, что такое киназа? Киназа – это белки, которые при конформации вызывают перемещение. Ну, вот у вас, давайте нарисуем. Да вы видели киназовый бляшки. Помните, был там такой чувак, который тащил на себя здоровый пузырь вдоль длинной ленты? Вот это как раз и есть киназа. Белок, который при освобождении энергии меняет форму, в результате одной из его цепей делает шаг. Освободили энергию – шагнуло, освободили энергию – шагнуло. Так? Вот эти микропузырьки мембранные через киназы связаны с микротрубочками, с рельсами, к которым нужно двигаться. Но дело в том, что киназы не активны без йонок кальция. В спокойном состоянии кальция здесь много или нет? Нет. Нет. Можно ли активировать киназом? Нельзя. А теперь докатилась сюда волна спайка. Под действием спайка откроются не натриевые каналы, а какие? Кальцевые. А разница концентрации кальция создана? Да. Что немедленно делает кальций? Внутрь. Вошел внутрь. Как только он вошел внутрь, киназы активировались? Да. И пузырьки пошагали. В какую сторону шагают? Все они шагают вот сюда. К внешней мембране. А что происходит с мембранным пузырьком, когда он натыкается на следующую мембрану? Она обливается. Да? Они объединяются. И этот пузырек вот так вот открывается. Обратите внимание, раздуем его пальцы, да? Содержимое пузырька где оказывается? Содержимое. Содержимое. Да. Выброшено в синаптическую щепь. Так вот, в этих пузырьках находятся сигнальные вещества, которые называются медиаторы. Переведите, пожалуйста, с латыни термин медиум. Отсюда медиан в треугольнике. Переведите. Ага, посредник. Тот, кто посередине. Медиан в треугольнике как делят противорожающую сторону? Да, посередине. Да? Какие люди называются медиумы? Вторые умные. Посредники между людьми и духами. Да? Какая деталька при игре на гитаре, мандолине и так далее называется медиатор? Ну, которому... Пластинка, которая зажата в пальцах. Так? Между пальцами. Между пальцами и струнами. Так? Итак, медиатор-посредник. Значит, молекулы медиатора попались на птическую щепь, вот сюда. Вопрос, куда они будут дефонтировать? К розовой мембране или голубой? Голубой. Голубой. И концентрация здесь равна 0. Отлично. А на голубой мембране сидят белки рецептора. Каждый голубой рецептор, вот давайте, увеличим кусочек голубой мембраны. Вот в нее впален голубой рецептор. В неактивном состоянии белок себе ребенок. Каждый рецептор настроен на присоединение строго определенного медиатора. Если появился подходящий медиатор. Рецептор конформирует? Да. Да. И его вот эта часть, находящаяся внутри цитопластмы, всем понятно, что вот эта часть рецептора вот здесь. Ага. Превратилась в фермент. То есть, произошла активация рецепторов синаптических. И каждый из них в миллион раз ускорил строго определенную реакцию. К чему приведут последствия этих реакций? Кто догадался? В следующем мере. К открытию натриевого канала вот в этой точке. Да, и следующий спай. А как только натриевый канал открылся в голубой мембране? Это спай. Спай. Все. Ребят, если открылся натриевый канал, спай остановить нельзя. Так? График. Представляете себе? Как только натриевый канал открыли, у вас тут же ионы хлынули. Широким ручьем. То есть, здесь возник спай. То есть, если где-то носится спай, там по всем нервам нет. Вот теперь давайте смотреть. Как работает синапс? Скажите, пожалуйста, можно ли спай передать от розовой системы к голубой? Можно. А если возбуждение возникло в голубой плетке? Вот сюда прикатился спай. Принят ли сигнал розовый? А почему? Даже на розовой системе не работает. Рецепторы все только в одну сторону. В розовой мембране нет рецепторов. Да. А в голубой мембране ничего нет? Нет кальций. Нет медиатора. Нет медиатора. Поэтому синапс в нервной системе обладает хитрыми свойствами. Сигнал в одну сторону проходит, а в другую сторону нет. Как называется система физики? И как называется вещества? Да. А в другую сторону, пропускающие электрический ток только в одном направлении. Обратно не пропускающие. Диод частных случаях полупроводника. Так, значит, полупроводники это основа работы любой электроники, любой вычислительной техники. Так, в основе тех печатных блок-схем, которые стоят, начиная от вашего мобильника, кончая с суперкомпьютером, стоят только не крупные, там, отдельные деталики, а напечатанные на уже готовой матрице. Каждый полупроводничок состоит из небольшой группы атомов. Но каждый из них обладает ровно этим свойствами. Сигнал в одну сторону проходит, в другой нет. Комбинируя отдельные такие полупроводящие участки, можно набирать очень сложные схемы, обрабатывающие информацию. Обрабатывающую информацию, хранящую информацию и так далее. Так, так что основа всех процессов, которые у нас происходят, так, это как раз проведение сигналов в синусе. Ну и нам теперь добавить будет еще одну штуку, без которой дальше все равно ничего не понятно будет. То, что мы с вами разобрали, называется процесс возбуждения нервной клетки. Вырекайте процессы возбуждения, рождясь спай. И спай пошел по аксону. Понятно теперь, почему аксон передает сигнал, а дендрит принимает. На конце аксона синаптическая бляжка с медиатором, а на дендритах рецепторы. Поэтому дендрит передать ничего не может, а может принять. А аксон принять ничего не может, а может передать. То есть, например, когда там бас ударили, да, на нервную клетку это взаимодействие, и спай начинается, да? Да, конечно, и пошел себе. То есть именно вот от удара, ну там, не знаю, да, какого-то взаимодействия. Ну, зависит от того, на какой рецептор вы подействовали. От удара, от кусочка сахара в арку, от музыкальной ноти в ухе. Ведь музыкальная нота, это что такое? Это колебания определенной частоты. А значит, сжатие, растяжение среды. А значит, какого типа рецептора улавливают звуки. Механорецепторы, хеморецепторы, полторецепторы. Конечно, механорецепторы. Идея понятна? А с толпаной ток. О-о-о, вот хорошего вопроса для... Дело в том, что любой нейрон можно обмануть одним таким большим сигналом. Можно обмануть зрительные нейроны, слуховые, пульсовые. Каким сигналом можно обмануть? Ложным спайком. Электрическим сигналом, ложным спайком. 60 назад люди научились делать такие тоненькие электроды, что можно их воткнуть в клетку, а клетка даже не заметит. То есть не только не разрушен этим электродом. А клетка вообще не обращает к нему внимания, продолжает жить как жирок. Значит, отлично. Взяли нейрончик обычный и воткнули в него такой электродик. А потом в деле передали слабенький электрический сигнал. Что решит нейрон? Что это спайк? А нейрон решил, что он получил спайк. И что сделает? Передаст дальше в эстету команду. И что произойдет? Человек что-то почувствует. Либо что-то почувствует. А если возбудилась система мотонейронов, подведенных к мышцам, у вас что-нибудь вернулось. Это понятно? Вот так примерно в 50-е и 60-е годы и начали исследовать задачки разных отделов головного мозга человека, а остальных существ. Вводили микроэлектроды в разные участки мозга, давали сигнальчик и смотрели, а что будет. В эту зону ввели, дали сигнальчик, человек почувствовал сладкий вкус во рту. И говорит, о, сладкий. Это значит, какая зона? Вкусовой чувствительности. А если как бы так найти, что там вкус вашего любимого еды какой-нибудь? Э-э, вот это же сложнее. Значит, любимая еда – это какой-нибудь простой вкус или сложная комбинация? Желтая. Это вам надо попасть в центр не первичной чувствительности, а в центр обработки, совмещающей простые сигналы. Сейчас известны и такие, конечно. Но попасть просто сложно. Хорошо. А что будет, если вогнать электродик в мотокную ковру, управляющую уникальными движениями? Он не сделает. А дальше зависит от того, куда вы вогнали. Так, в одну зону вогнали, человек начал ногой дрогать. Во вторую зону, там, у него палец стал сгибаться. Без всякого жевания с стороны человека. А может это прекратить? Что? А управлять может это прекратить? Зачем мы этим с вами занимаемся? А система для того, чтобы управлять телом, должна уметь не только запускать сигналы, но и при необходимости что делать с сигналом? Блокировать. Останавливать. Блокировать. Этот процесс нервный стиль называется торможение. Вот сейчас и посмотрим на вольбулярном уровне, как развивается процесс торможения в нервничках. Для этого нам опять не нужно будет график с пальцем. Но он у вас есть, можете за мной не чертить или не чертить, это удобно. Напоминаю, вот этот функциал покоя. Так, в норме, в нужная часть мембрана нейрона заряжена отрицательно по отношению к внешнему. И вот теперь какие-то события в нейроне. Мы вызвали повышение внутреннего потенциала до потенциала действия. ПДФ. Ну, допустим, сработал синус. Так, активировались синоптические сектора. Запустились с тема реакции, которая как раз и вызвала вот это поднятие потенциала. Начиная с этого момента, должен произойти спорит. Все чудесно. Отлично. А теперь, скажите, пожалуйста, какой заряд имеет йон хлора? Три минус. Ага, один минус. А если мы в клетку поставим хлорный насос, который будет выкачивать хлор из клетки. И в клетку поставим хлорные каналы, которые в определенной ситуации могут открываться. При открытии хлорного канала. Что сделает хлор? Если до этого мы выкачиваем хлор. А вот пойдет в клетку. Как поток хлора отразится на этом графике? Примешается. Ясно, что упадет. Вот давайте смотреть. Вот, потенциал покоя. В этот момент включился хлорный канал. Как график будет выглядеть? Вниз. График упал. Так? Отлично. А вот в этот момент времени пришел возбуждающий сигнал. Ну, вот рядом по синопису пришел возбуждающий сигнал. Так? Мембранные рецепторы активировались. Пропустили положительные ионы. Что сделает график? А, вернется. Вернется. Но достигнет ли он потенциал действия? Нет. В результате. После того, как вот это воздействие номер один. Было оказано на участок мембраны. Смогла ли мембрана ответить на возбуждающее воздействие? Нет. Нет. А если пройдет не одно возбуждающее воздействие, так? Вслед за одним, второй прошло. А на второй ответит? Да. А на второй ответит. Вот, пересекли границу, все пошло в сторону. Вот это и есть процесс торможения. Временная блокировка. Не навсегда, а именно что временная блокировка. Способности нейрона отвечать на возбуждающий сигнал. При этом и возбуждающие тормозные сигналы могут суммироваться. Если у вас подряд прошло три тормозных сигнала, на какой по счету возбуждающий сигнал ответит нейрон? На четвертом. Три первых возбуждающих уйдут на нейтрализацию посредствий тормозных сигналов. Усложняем систему. Кроме возбуждающих нейронов, в нервных системах есть тормозные нейроны. Чем они будут отличаться от возбуждающих? Как по вашему? Они будут иметь отрицательные сигналы? Я спрашиваю не по эффекту, а по составу. Да, но куда отрицательные? Они те же самые медиаторы будут выделять? Или другие медиаторы? Другие. Другие медиаторы, а значит, те же самые белки-рецепторы задействуют? Нет. Другие. И в результате будет запущена стена проведения хлора. А если вы провели хлор внутрь клетки, то сможет ли клетка ответить на возбуждающий сигнал? Синие графики от последствия проведения хлора. Да? Значит, основа, самая-самая основа, да? По нервным, особенностям отдельных нервных клеток, сделано.